здравствуйте дорогие друзья гости и конечно же подписчики моего канала с вами Настегин Олег и сегодня мы попробуем найти ответ на интересные объекты о котором я вам показывал в прошлом видеоролике я вам прочитаю несколько комментариев и скорее всего я думаю что мы нашли ответ на этот вопрос что же это за круглые объекты но перед этим предлагаю вам еще раз посмотреть в каком они порядке расположены эти круглые объекты как я их назвал в прошлом видеоролике посмотрите примерно какое расстояние до реки от этих объектов также какое количество этих объектов попрошу запомнить также заметьте то что все эти круглые объекты находятся практически рядом с поселками а теперь давайте на youtube и посмотрим что же нам зрители написали по этой теме я вам зачитаю лишь те комментарии которые считаю наиболее интересные которые я думаю нам дают ответ на этот вопрос что же это за круглые объекты так и сразу отвечу на вопрос почему я ставлю сердечки сердечки оставлю это для того чтобы как для себя так и для вас показать то что этот комментарий я прочитал то есть я даю вам обратную связь что этот комментарий прочитан дорогие друзья также фотографии мне прислали что это все таки не холмы а это вороночки вот по этой фотографии это отлично видно то что это воронки давайте не будем комментарием рассматривать а бомбардировках которые уничтожили крепость звезду я думаю это никакого отношения к бомбардировкам не имеет так вот он интересный комментарий живу недалеко яршовский район проезжал мимо этого поселения несколько раз заинтересовал только вал насыпной доля реки при въезде в поселок про пятна вдоль русла и на равнине могу сказать что это как бы островки солончака можете ошибаюсь деревне тещи такие же проплешины возле реки у нас грунтовые соленые воды пьем только с открытых водоемов есть скважины но как правило вода соленая для полива или хозяйства но звезду не видно с дороги поеду в апреле все узнаем также комментарий интересный это черные копатели оставили еще с 1905 года промышляли поиском скифского золота потрошили курганы переплавляли все украшения что нашли в слитке и продавали перекупщикам промысел этот 1924 года закрыли полностью массовыми ссылками и расстрелами старателей госархиве есть данные по этой местности и копателям вот такой ответ есть а также еще один интересный комментарий которая думаю заслуживает внимание пишет мне ант-ант я знаю секрет этих воронок вы правильно заметили что именно воронки и сделали люди дело в том что деревню строили видимо из природного кирпича под названием саман а делается он так сначала копает землю лопатой как в огороде разрыхляют причем получается круг льют воду добавляет солому и топчет ногами полученную массу кладут деревянные короба по форме кирпича форму вытаскивают и получает глиняно-соломенный кирпич который сохнет на солнце операцию повторяет снова орхляд землю добавляет глину добавляют воду и по новой в результате получается такая воронка или яма от 3 до 5 метров шириной и 2 метра глубиной вот и весь секрет но с технологией самана я также думаю что то не совпадает по моему мнению посмотрите диаметр этих круглых объектов и рядом дома то есть это диаметр гораздо больше домов которые находятся рядом это во первых а во вторых я так думаю если бы саман люди делали эти круглые объекты бы находились прямо рядом с каждым домом саман создают для постройки собственного дома они для бизнеса для бизнеса саман не идет это не кирпич и его трудно перевозить и он колется легко ломается поймите я хорошо знаком с технологией самана не знаю как он делается делается это возле дома или во дворе дома но никак не где-то в поле где-то на очень далеком расстоянии от самой деревни тем более посмотрите до воды очень далеко от этих круглых вороночек также надо было как-то доставлять воду в эти места я думаю сомнительно как-то что-то это сама нам связаны вот такие вот ответы пока мы получили по поводу этих круглых вороночек ну хотя бы мы узнали что это уже не холмики а воронки дорогие друзья также вот здесь такие же воронки только уже посмотрите не круглые а прямоугольные и гораздо большего размера а также так как мы рассматривали крепость звезду в этом районе давайте я вам еще одну интересную крепость звезду покажу который находится в сан-петербурге там конечно не вся эта крепость звезда а осталось лишь небольшой кусочек давайте карту приподниму и приблизим наш питер а крепость звезда находится в пушкином саду да мне как-то давно заинтересовал этот сад рассматривала я более внимательно и здесь обнаружил кусочек от крепости звезды наверно многим местным питерцам знакома белая башня который здесь находится она находится в александровском александровском парке а кто спросит почему меточка мертвяк но здесь интересные скульптуры стоят где рыцарь едет то ли с дьяволом то ли с мертвецом но непонятно и сзади как видите сопровождает их дьявольское существо и вот таких скульптур на эту тему вокруг белой башни огромное количество но что самое интересное с этой башни то что остался лишь небольшой фрагмент от нее я уж не помню если честно дорогие друзья мне этот эти координаты давно рассматриваем и вроде как бы кто-то отправлял а вот кто к сожалению не помню так просто конечно и найти вот этот кусочек от крепости звезды но немножко я здесь порисовал также решил посмотреть может где-то еще какие-то остатки от крепости звезды найти такая у меня небольшая зарисовочка получилась и вот если посмотреть по углам этой от зарисовки то мы увидим что что-то все-таки осталось от этой гигантской крепости звезды который находится у нас в питере в этом углу как видите находится шапель крепость царское село посмотрите также какая старинная постройка эта постройка также может быть какое-то отношение имеет крепости звезды также если посмотреть на другой угол то мы здесь увидим что-то наподобие окончания крепости звезды но здесь остались ворота всего лишь под названием красносельские слоновые ворота также давайте еще другой уголочек посмотрим может быть здесь что-то сохранилось к сожалению здесь ничего не сохранилось видим только то ли это окопы понарыты то ли что непонятно ну и давайте сердцевину посмотрим что у нас в середине находится здесь павильон арсенал называется строение также старое как видите все в упадке почему-то не не реставрируют это здание мало того то что не реставрируют так еще посмотрите оконные проемы заложили самым дешевым кирпичом да на строительство огромных торговых центров деньги есть в петербурге а вот башенку эту отреставрировать денег нету как обычно а также что мне еще здесь заинтересовало рядышком а это вот этот парк что самое интересное в этом парке посмотрите это разлиновка посмотрите полосы их отчетливо видать такое ощущение что похоже что это заборы или похоже на просеки которые у нас расчертили всю тайгу и и о которых пишут то что это сейсморазведка но я думаю в этом-то парке никакой сейсморазведки то не проводится но следы эти отчетливо мы видим что это за полосы вот таком вот небольшом парке также если поставить фотографию в летний период то мы этих полос не увидим их только можно увидеть зимний период эти полосы более отчетливо так же они меня заинтересовали что это может быть посмотрите как их отчетливо видно по зимней фотографии как они парк расчертили равномерно что это такое может быть так же просьба если кто-то рядом живет съездить посмотреть если конечно не тяжело что это за просеки а также рядышком если посмотреть и продвинуться вдоль этих просек мы увидим также странное образование в форме лучей также находятся в этом парке в этом лесу если проследить по историческим фотографиям то они очень долго здесь находятся то есть любой год если открыть то они существуют эти полосы что и за полосы не ясно и вот более-менее еще отличная фотография с 2003 года как видите и на ней все это отлично видно что это в лесу спрятано не ясно также они меня очень сильно заинтересовали а также очень много тех же самых просек который находится у нас в тайге я думаю теперь-то люди не думают то что вот в таком парке производили геологоразведку посмотрите как отлично видно эти просеки а также рядом меточку оставил петергоф назвал рядом поселочек петергоф сити называется вот что мне здесь заинтересовало так же парк посмотрите в парке сколько интересных просек которые составляют общую картину в форме снежинки но это если внимательно присматриваться посмотрите вот сердцевина а вот сколько мелких просек которые отходят как лучи в разные стороны не правда ли интересно что это за просеки у нас в парке петергоф вернее рядом с поселком петергоф сити посмотрите еще раз внимательно как эти просеки выглядят также хотелось бы услышать и ваше мнение что это такое ну а на этом дорогие друзья мне этот видеоролик буду заканчивать надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok